Да. Да. Романтически это означает, что судьи, они и тому, и вот такие просто сексуальные отношения, можно сказать, механические. К сожалению, в какой-то момент становится немножко механическим. Ну, то есть там такие причины, например, просто не потому что хотела близкие отношения, а потому что муж с командировкой приехал. Или потому что, ну, просто у него день рождения сегодня. Просто потому что у него проблемы на работе. То есть всё время потому что, кроме настоящего, потому что я люблю его. Понимаете? И когда близкие отношения становятся механическими, брак начинает выматываться очень сильно. Удёбываться. Второй момент. Женщина начинает очень, из-за больших ожиданий, она начинает очень сильно проявлять негативные эмоции в неправильной форме. Да. То есть эмоции надо проявлять, но она их неправильно проявляет. Претензии. Понимаете? То есть то, чтобы поделиться эмоциями, она же претензии это делает. И если она выберет каузу какую-то, они поделут друг друг к другу на какое-то время. Не разводясь, например. Все браки будут. Не разводясь. Это рискованно. Потому что женщины все боятся, что тормится другая женщина. А в чём тогда смысл отношения, если вы всё время боитесь, что тормится другая женщина? Понимаете? Поэтому пока отношения удовлетворительные. Женщина говорит, окей. Я хочу, чтобы... Я буду стараться здесь сейчас немножко сама справляться. И как больше нас поддерживать. Ну, если это семья. Но... Я бы не хотел, чтобы они вот такими были... Бытовушно-пошлыми просто эти отношения. Ну, например, это... Пожили у мамы там или... Съездили куда-нибудь. Съездили в Алайи, наверное, на три месяца там с группой. Йогурты. Пожили машину. Потому что это такое. Потому что с расстояния супругом проще понять, что на самом деле у нас претензии они странные не будут. Мы независимы в своём счастье только другом. Поэтому идти, претензии. Как может быть, чтобы ваше все счастье оказалось в руках одного мужчины? Ну, странно. Все, 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 не идет. Это то, что я вам рассказываю, к чему приходим супруги просто. В речи скажу, а почему я его вружу, на самом деле? Ну, что это? Я его вружу, потому что у меня большие ожидания от него. Так? Я говорю, а почему у вас большие ожидания от него? Она говорит, потому что я очень много для него делаю. Знаете? Тем больше делаешь для человека, в конце всего, что ты его ждешь. Я говорю, теперь он уехал. Теперь вы ничего от него не ждете. Вы говорите, да, я не уверен, даже сможет ли наш брак посуществовать, но мы хотим его улучшить. Мы хотим уличить. И теперь я мужчине дала просто как бы вернуться на стадию не то чтобы неопределенности, но да, романтических отношений. Чтобы их очистить. То есть супруги могут это делать, куда? Но чаще всего проблема в этом браке в том, что женщина очень сильно вымоталась, а мужчина сильно расслабился. То есть брак распадается, потому что женщина начинает отдавать больше, чем получает. Это главная причина. Отдают, не задумываясь, просто по природе стоит. А мужчина когда видит, что ему отдают больше и больше, он сам дает меньше и меньше. В итоге брак становится в очень неравном положении. Интересно, что оба несчастны. Потому что когда женщина отдает больше, чем... Геннадик отдавать, но когда она отдает долго, больше, чем получает, она становится несчастным. А мужчина становится несчастным, когда получает долго, больше, чем отдает. И если супруги хотят восстановить отношения, то женщина говорит, пожалуйста, я вымоталась. Честно, я вымотался. Я очень много отношений вкладывал, а у меня нет следствий. Поэтому давайте введём такую акцию. Первое, установим границу. Так? Где чьи обязанности? То есть примем ответственность. Ты хочешь остаться со мной? Он говорит, да, но не так, как сейчас. Мне не нравятся такие отношения. Она говорит, мне тоже не нравится. Будем разводиться? Он говорит, нет. Она говорит, нет. У дороги другая. Будем так дальше ждём? Он говорит, ни в коем случае. Она говорит, я тоже не хочу. Она говорит, когда мы оба хотим оставить? Он говорит, да, отношения с собой. Она говорит, тогда уж ты на моем границе. Вот твои обязанности. Ну, хотите по торсенову, хотите по личному плану. Вот мои обязанности. Теперь, я могу... Я очень вымотался. Я больше делал, чем надо было. Теперь, ты должен выполнять свои обязанности. И иногда я буду залазить со своим на твою территорию. А я не буду больше выполнять твои обязанности. Я выполнял их много лиц. Ну, надо как-то работа поменять. Петь невинный, невинный, невинный. Туда сюда, там, стоп на пейте. Вот. Твои больше вообще не буду выполнять. И иногда свои буду на твою территорию заключить. Потому что я буду работать. Удачи надо подписаться, что каждая сторона так согласна делает. Женщине очень трудно будет это исследовать. Серьёзно? Классно женщина сделала, да? Хотя это ужасно трудно. Я так привыкла тащить всё. Мне надо вот так вот надпрячься, чтобы перестать тащить всё. А ещё, чтобы своё что-то передавать к мужу, я вообще не представляю. Я говорю, спряг, теперь всё получится. Мужчина говорит, слушай, я расслаблюсь. Я привык, чтобы всегда постели на меня. Я привык, чтобы всегда то. Я привык. Я же работаю. Серьёзно? Говорит, теперь ты будешь работать и иногда стирать. Ну, давай, Гарри. Говорит, смотри, подпись твоя стоит. Говорит, да. Я хочу, чтобы я поговорил. Я хочу, чтобы мы были вместе. Я люблю тебя. Я... да, хорошо, я буду стирать. Он говорит, спасибо тебе большое. Так, вот это сценарий. Сценарий соглашения. Последний вопрос, пожалуйста. Спасибо.